...что это было в понедельник, для того, чтобы обсудить планы на неделю. И как всегда у меня были инициативы для нашего бизнеса. И этот человек сказал мне следующую вещь. Он сказал, присадите-ка, пожалуйста, на крозе. Я присела. Давно собирался тебе сказать. Не нужно ничего придумывать. Наша компания – мировой лидер. И нашей компании предприниматели не нужны. Нам нужны люди, которые готовы поддерживать созданную систему. И в этот момент в моей голове сложились пазлы. Я точно поняла, кто я, где мое место в этом огромном мире, что я буду делать завтра и каким будет основное конкурентное преимущество моей будущей собственной компании. Я встала и закрыла дверью кабинета за собой навсегда. И так начался мой предпринимательский путь, моя настоящая жизнь. И сегодня действительно я предприниматель, я совладелец крупнейшей в Украине страховой компанией «Арсенал страхования». И мою компанию считают одной из самых инновационных компаний в отрасли. А мою команду – команда вертикального взлета. А те многочисленные бизнес-школы, которые приезжали в Украину, оценить наш уникальный бизнес-кейс, назвали ее «Украинским чудом по-американски». Почему? Потому что всего лишь за три года мы с партнерами без помощи админресурса, без известного иностранного бренда, практически без инвестиций, смогли вывести никому неизвестный молодой украинский бренд. Что пять страховых компаний нашей страны. И сегодня моя компания оценивается, несмотря на войну, в 30 миллионов долларов. И несмотря на войну, мы восстановили свой довоенный годовой оборот. У нас оборот 75 миллионов долларов. У нас работает тысяча человек нашей команды, из которых мы не сократили ни одного за прошедшие 9 месяцев. И каждый день, как часы, мы выплачиваем нашим клиентам. Мы делаем свою главную работу, мы выплачиваем по 150 тысяч долларов страховых возмещений. На этом пути, а этот путь начался у меня в 2012-м, прошло 10 лет, мы пережили два финансовых кризиса, мы пережили пандемию. Неоднократно компания подверглась давлению со стороны государства. Последний год был очень тяжелым. Мы эвакуировали нашу команду из горячих точек. Нам пришлось переоборудовать массу бомбоубежищ под офисом, для того, чтобы компания могла продолжать работать. Мы закупали генераторы и старлинки для того, чтобы было свет и тепло. И мы выстояли, мы выжили. И мы стоим дальше, мы будем стоять до конца. И я точно знаю, что... И я точно знаю, на своем опыте, что бизнес можно вести при любых условиях. Вот теперь я это знаю точно. И самое главное, что нужно знать и иметь, это точку опоры. Это те бизнес-правила, ту философию, скорее всего, вашей собственной компании. Те правила, которые вы вывели на основе собственного пути. И сегодня я хочу именно ими с вами поделиться. Но прежде чем я начну, я хочу у вас спросить. Знаете, есть такая бизнес-шутка. Расскажу о происхождении всех миллионов, кроме первого. Обычно никто не может рассказать, откуда он стал первый миллион. Вот я, например, могу рассказать. Рассказывать или нет, потому что эта история достаточно... Я пришла на свою первую работу, будучи студенткой. Я училась на четвертом курсе. Я пришла в локальную страховую компанию в городе Запорожье, откуда я родом. И проработав буквально месяц, я поняла одну вещь. Я поняла, что каких-то больших денег я... Даже если моя карьера будет блестящей в этой компании, я никогда не заработаю. И мой доход всегда будет ограничен заработной платой, на какой бы позиции я ни была. Ну и, может быть, какими-то бонусами. И я начала думать, что с этим делать. И вы знаете, я придумала, мне пришла в голову идея, что, наверное, заработать можно только тогда, когда акционер, владелец компании поделится с тобой своей прибылью. А как же сделать так, чтобы он поделился своей прибылью, если ты не совладелец? Ну, наверное, нужно придумать какой-то канал бизнеса, который был связан именно конкретно с тобой. И вы знаете, мне очень повезло со временем. Это было начало двухтысячных, и в стране, в Казахстане было то же самое, практически не было реального страхования. Страховые компании обслуживали банковские кредиты с сумасшедшим тарифом. Страхование служило основой для различных схем налого... ухода от налогообложения и так далее. А классическое страхование, страхование автомобилей, жизни, здоровье, имущество, производство, этого не было. Но в Европе и в мире это было. И было понятно, что это придет и в нашу страну. Поэтому, недолго думая, я пришла к нашему акционеру, владельцу компании, в которой я работала, и сказала, меняю свою зарплату на долю от прибыли. Вот классического направления, которого в компании не было. И никто не верил в это страхование тогда вообще. И он тоже не верил, соответственно, то, что я хотела долю от прибыли, а прибыль составляла ноль, это было ноль. И поэтому он с легкостью согласился. Так я начала развивать классическое направление страхования в своей компании. И к 2005 году доля моего направления составляла больше 70%. Ну, человек сдержал слово, поэтому прибыли он со мной делился. И тут наступил 2005 год в Казахстане, он у вас тоже наступал, и у вас были аналогичные события. И мне опять очень сильно подфартило. Я вообще считаю, что для предпринимателя везение это очень важно. А что случилось? В страну стали приходить иностранные инвесторы. И они начали приходить сначала на банковский рынок. У нас на банковском рынке произошли первые громкие продажи. Группа Райфайзен купила за миллиард долларов наш локальный местный банк. Группа итальянская Интеза Сан-Паула купила банк. Французская группа Бинк и Париба купила банк. И все это были сделки с сумасшедшими нулями. И опять-таки, недолго думая, стало понятно, это очевидно, что иностранные инвесторы придут также и на страховые рынки. И с ребятами, которые сейчас мои партнеры, мы пришли опять к нашему акционеру и сказали, слушайте, а давайте попробуем нашу локальную компанию продать. Подготовить к продаже. Что покупали иностранцы тогда? Иностранцы покупали, было такое понятие, мультипликатор к обороту, да. То есть они покупали оборот, и они покупали разветвленную сеть. А мы были маленькой региональной запорожской компанией. Акционер посмеялся над нами и говорит, идея классная, но как мультики про простоквашину. А что продавать-то будем для того, чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала купить что-то ненужное. Но мы ему сказали, мы беремся сейчас сделать из этой компании инвест-привлекательный актив. Он сказал, ну вперед, ребята. И мы засучили рукава. Два года мы готовили компанию к продаже. Мы создавали офисы во всех областных центрах Украины. Мы наращивали продажи. Мы занимались работой с клиентами. И в 2007 году мы провели переговоры с несколькими иностранными страховыми компаниями, которые хотели зайти на украинский рынок. Среди этих компаний был французский страховой гигант. Компания Акса Круп. Мы провели переговоры в ноябре 2007-го. И в этом же году наша компания была продана французской страховой группе Акса за рекордные по сей день в Украине 50 миллионов евро. Каждый из нас заработал бонус, корпоративный бонус в этой продаже 1 миллион долларов. Так мы капитализировали свои мозги. В один момент мы стали долларовыми миллионерами. Тогда нам казалось, что это очень большие деньги. И наемными менеджерами иностранной страховой компании. Наш контракт о том, что мы не имеем права уходить, длился 3 года. В итоге мы проработали целых 5. Конечно же мы закончили юбилей, мы выучили английский, мы поработали в филиалах этой компании, в подразделениях этой компании по всему миру и поняли, как устроено страхование. И мы не теряли зря этого времени. Мы стали специалистами в страховании международного класса. А дальше случилось то, что я вам рассказывала с самого начала. И мы приняли решение уйти вместе с моими сегодняшними партнерами. «Прощайте, мы уходим», сказали мы. И ушли вместе с нами, ушли 150 членов нашей команды. Мы не стали покупать, мы не стали создавать компанию с нуля. Это было долго и дорого. Нам нужно было сегодня. Мы приняли решение купить страховую компанию. И мы купили небольшую страховую компанию, которая называлась «Арсенал Днепр», находилась в городе Днепропетровский, у которой был сумасшедший кассовый разрыв и которая практически ничего не стоила. Но у этой компании было две вещи, которые нам были очень сильно нужны. У нее были все лицензии для того, чтобы начать работать прямо завтра. И безупречная деловая репутация. Мы покрыли существующий кассовый разрыв, перенесли центральный офис этой компании в город Киев, провели ребрендинг, назвавший «Арсенал Страхования». И дальше мы начали делать то, что мы хорошо умели. Мы стали готовить эту компанию к масштабированию и росту, о котором сегодня рассказывал Марк Улан. И вот когда прошел год, и мы поняли, что наша компания к масштабированию готова, у нас были подписаны договоры с иностранными перестраховщиками, у нас были банковские аккредитации, у нас была деловая репутация, у нас был бренд, который мы построили, и была региональная сеть. Мы, наконец-таки, приступили к подсчету инвестиций. Вы знаете, когда говорят о масштабировании, когда говорят о росте, многие забывают, что это ведь очень дорого стоит. И для того, чтобы сделать скачок, для того, чтобы рвануть, нужно очень большая инвестиция. Когда мы посчитали, сколько нам нужно денег, получилась сумасшедшая совершенно сумма, которой у нас, конечно же, не было. 20 миллионов долларов нам нужно было на то, чтобы стать компанией национального уровня, такой, как мы хотели. Но у нас были связи. Я сегодня слушала выступление Маргулана. Он тоже об этом говорил, да? У вас в Казахстане это тоже является активом. И этот актив у нас был очень сильный. Мы знали практически всех бизнесменов из списка украинского Форумса. И вы знаете, в мире это огромное количество денег. И когда говорят о том, что невозможно найти инвестицию, что это очень сложно, неправда. Очень сложно, когда у тебя нет классного проекта. А когда у тебя есть классный проект, то инвестор, поверьте, будет охотиться за вами. И мы договорились с пятью украинскими бизнесменами, причем мы не хотели принимать их в нашу долю. Мы договорились о частной инвестиции в размере 20 миллионов долларов суммарно, и которые мы получили к концу 2013 года. Правда, под сумасшедшие проценты. Мы взяли их на три года под 12% годовых в валюте. А дальше, ребята, нам повезло так, как никогда в жизни нам никогда не везло. Потому что наступил 2014 год. В Украине случилась революция. Стрельба на Майдане. Доллар взлетел в три раза. И в стране наступил сумасшедший, глубочайший кризис. Эти деньги мы еще не успели потратить. И в принципе, мы могли бы от них спокойно отказаться. Но каждый предприниматель знает о том, что кризис – это сумасшедшие возможности. Поэтому мы решили рискнуть. А почему, кстати, кризис возможности? А потому что кризис создан, я считаю, для того, чтобы дать шанс талантливым молодым игрокам, у которых в обычное время нет капитала для того, чтобы конкурировать со всеми остальными. А с кем обычно конкурирует молодая компания? А молодая компания конкурирует с мастодонтами рынка, с большими, часто иностранными, системными компаниями, у которых их главное конкурентное преимущество – работа системы – в кризис превращается в сумасшедший минус. А почему? А потому что, когда происходит кризис, все рушится. Наши клиенты становятся менее оплатежеспособны. Рушатся цепочки поставок. Наши поставщики требуют изменения условий. Наши покупатели становятся более привередливыми. И что нужно делать? А нужно наемным топ-менеджерам поднимать свои задницы. Выходить из кабинетов, выходить в поля и принимать нестандартные управленческие решения. И брать на себя ответственность. А менеджеры иностранных командов недавно разучились это делать. А мы же умели это делать превосходно. Поэтому 19 февраля 2014 года я приняла решение, что мы будем масштабироваться, несмотря ни на что. Это было на следующий день после стрельбы на Майдане. Я собрала экстренное совещание своей команды. Я сказала им, вы должны быть как цунами. Вы должны быть беспощадными как цунами. И мы взяли в руки карту страны, разделили страну на города, города на районы, районы на кварталы. И рассыпались командой 150 человек по Украине, открывая подразделения компании «Арсенал страхования» везде. Мы проводили встречи с клиентами в режиме нон-стоп. Вы спросите, что наши конкуренты? А наши конкуренты закрылись. Они закрыли на время сложных, смутных времен офисы своих компаний. И на нас, на маленького игрока на рынке, они совершенно не обращали внимания. Нам никто не мешал, потому что смутное было время. А когда конкуренты опомнились, было уже поздно. Потому что спустя 10 месяцев, с нашего не очень почетного 39-го места в рейтинге, компания попала в топ-5 крупнейших страховых компаний нашей страны. И сегодня мы входим в топ-3 страховых компаний Украины. У нас 65 миллионов долларов активов. Из них 32 миллиона долларов – это чистые, живые деньги. У нас ноль инвестиций. Мы все вернули. И ноль заемных средств. И мы не ищем инвесторов. Инвесторы приходят к нам. Даже сейчас, во время войны. Но пока что мы не продаемся, потому что мы продолжаем строить компанию с растущей капитализацией. Так вот, по поводу правил. 10 заповедей мы их назвали о том, как бизнесу выиграть, выжить и уйти в турбулентности. Когда-то мне это задание дал профессор MBA, где я училась. Он меня спросил, ты могла бы написать 10 ключевых факторов успеха, которые смогли вывести твой бизнес в топ-5. И я выполнила его задание. И с тех пор эти правила стали общими для моей компании. Каждый наш сотрудник их знает. Это, скорее, даже не правило. Это философия ведения нами бизнеса. Я вам с вами сегодня поделюсь. Если вы меня спросили и попросили назвать один, всего лишь один ключевой фактор успеха, без которого мой бизнес никогда бы не состоялся, то я бы, не задумываясь, ответила, что это отношения. Отношения. Это тот самый социальный капитал, о котором мы все любим говорить. Самый главный актив предпринимателя. Когда я уходила, будучи наемным топ-менеджером иностранной компании, я не успела предупредить, естественно, всех своих клиентов о том, что я ухожу. С этими клиентами все эти годы до этого я просто впаривала им страховку. Я строила с ними отношения. Так вот, знаете, за месяц после моего ухода каждый из них позвонил мне и спросил, «Слушай, а как там наша новая компания называется? Куда деньги платить?» Мой экс-работодатель обвинил меня во внутрикорпоративном рейдерстве. Попросту говоря, в краже клиентской базы. Но ведь это была не кража. Это и было то, что называется отношения. И клиент выбрал меня. Когда я уходила, множество моих сотрудников приходило ко мне и говорило, «Мы пойдем с тобой». Я им говорила, ребята, в моей новой компании неизвестность. Оставайтесь пока здесь. Я не знаю, получится ли у меня. Оставайтесь здесь, в этой компании, у которой стабильная зарплата, социальные бонусы, медицинская страховка, у которой на кухне кофе, чай, печеньки, лимоны, которые точно умеют позаботиться о своем персонале. Но люди не хотели быть персоналом. Они хотели быть людьми. Они не сказали мне, мы были с тобой с самого начала, мы пойдем с тобой до конца. И ушли. Когда нам потребовали сумасшедшие деньги для своего развития, нам не нужно было пичить инвестплан. Нам достаточно было прийти к нашим клиентам, которые были не просто клиентами, они были нашими друзьями, и закрыть этот вопрос всего лишь за месяц. Это и есть все, что называется отношениями. Так вот, есть определение, что такое социальный капитал. Это количество ваших контактов, умноженное на их качество и на отношения к вам. Другими словами, если у вас огромное количество контактов, но среди них нет, например, нужных людей, или есть, но у вас с ними нет отношений, то, значит, ваш социальный капитал равен нулю. И в школах, в бизнес-школах, на Эмбее очень часто просят провести такой тест на социальный капитал. Представьте себе, что сегодня для вашего бизнеса вам нужно где-то найти 1 миллион долларов сроком на год. Какое количество времени вам потребуется? Мне нужно, думаю, что 3 звонка, и я найду эти деньги максимум за 1 час. Ответьте каждый для себя на вопрос, а за сколько времени найдете эти деньги вы? И чем дольше вы будете с этой задачей справляться, тем меньше ваш социальный капитал. Друзья, инвестируйте в отношения, и вашим компаниям не будет страшен никакой кризис. И помните одно, что в современной бизнес-истории достаточно случаев, когда грозящие стать великими сделки просто рушились. Рушились из-за того, что кто-то кого-то не поздравил с днем рождения, не лайкнул фоточку в Фейсбуке, или не ответил на телефонный испанок. Слышали такое выражение «слезьте с дохлой лошади»? Это поговорка индейцев племени Дакота. И я считаю, что она очень правильная. Вот сейчас по мере своей деятельности, я очень часто общаюсь с предпринимателями, и слышу такую вещь, когда они начинают спасать свой продукт, который почему-то перестал продаваться с помощью демпинга, повышения комиссионных своих продавцов и так далее. Хотя на самом деле, то, что у них произошли проблемы, произошло только потому, что их товар больше не стал никому нужен. Помните историю про Nokia и iPhone, да? Когда iPhone выпустил первый свой смартфон, что сделала Nokia? А Nokia взяла и запустила вообще супермасштабную рекламу своего нового кнопочного телефона. А дело, что было не в рекламе и не в количестве денег, потраченных на рекламу. А дело было в том, что люди больше не хотели покупать кнопочные телефоны. И им нужно было измениться, им нужно было посмотреть на то, что мир ушел совершенно в другое русло, да? Поэтому не будьте как Nokia, будьте как iPhone. И любой кризис, любой кризис, это маркетинговый вызов в первую очередь. И не нужно с упорством дядьло продолжать делать то, что уже не работает. Изменитесь же вы, наконец. Я вам расскажу один кейс, который произошел в очень консервативной отрасли, в моей страховании. Это сфера, в которой 250 лет, с момента того, как Лойнс в Лондоне подписали первый договор на салфетки, ничего не менялось. Я вас уверяю, ничего не меняется. Все примерно одинаковое. Так вот, карантинный 2020 год. Произошла со мной такая история. Клиент моей компании, это обычный человек, у которого есть автомобиль. Это среднестатистический мой клиент. И такие клиенты в карантин, они оказались заточены в четырех стенах, потому что они теперь работают на удаленке. А их автомобиль где? А их автомобиль на стоянке или в гараже, или там под домом стоит. Так вот, такие клиенты, которых у нас в портфеле больше 60%, представляете, 60% всего бизнеса крупнейшей страховой компании страны. Это около 100 тысяч вот таких вот людей. Они начали звонить в нашу центр с одной лишь просьбой. Они начали нас просить, заморозить действия своих страховок, потому что они сейчас на автомобиле не ездят. И вы это делали. А что было делать? То есть мы приостанавливали вручную действия этих страховок. Мы понимали примерно то, что мы сейчас теряем бизнес. Это раз. А два. Если вдруг карантин закончится, и они забудут о том, что страховку они сами приостановили, сядут за руль своего автомобиля, попадут в ДТП, позвонят нам, а мы скажем, извините, страховка-то не действует. Но кто будет виноват? Мы виноваты, конечно же, всегда страховая компания. Правильно? То есть мы просто потеряем репутацию в будущем. И мы начали думать, как из этой ситуации нам выбраться, потому что было понятно, что даже если карантин закончится, то лайфстайл изменился. И люди уже не хотят покупать страховку, так как они покупали раньше. И вы поняли, что не только для Украины, а для всего мира в такой консервативной отрасли, как страхование, должно произойти главное изменение. Страховка отныне должна продаваться по принципу on-off. Включил-выключил. Это касается всего. Вы знаете все современные тренды? Включая кошеринг и так далее. Люди больше не хотят чем-то конкретным владеть. Они хотят пользоваться. И в момент, когда не пользуются, за это платить. А когда не пользуются, не платить. И мы начали разработку в марте 2020 года, в начале карантина. Было понятно, что это технологическая разработка. Мы начали со страховки для автомобилей. И сделали такую страховку с использованием телематического устройства, которое трекает километраж нашего клиента, когда он платит только за километр, только за то, что он проехал. Дальше мы подключили искусственный интеллект, который оценивал стиль вождения нашего клиента и давал ему бонус за то, что он ездит хорошо. Внедряя в жизнь философию, хороший водитель должен платить меньше, чем плохой. Мы начали с разработки продукта. В итоге мы поняли, что есть смысл запустить целую компанию. И к концу 2020 года, карантинного тяжелого года, для всего бизнеса, мы запустили компанию с провокационным названием Easy Peezy Insurance Tech. Easy Peezy, лимонсквизи, вы все знаете английский язык. То есть проще, чем очень простая страховка, проще, чем выжить лимон. И я запустила в своем сторис в Инстаграме с целью набрать первых 100 бета-тестеров рекламу. И вы знаете, людей, которым наша страховка нужна была больше, чем классическая, оказалось такое великое множество, что я поняла, что мы оказались в Голубом океане. Поэтому следующий мой вывод, делайте ставку на технологические решения. Применяйте технологии в вашем бизнесе, потому что для того, чтобы измениться, вам не обязательно менять продукт, вам не обязательно продавать что-то другое, чем вы продавали вчера. Ведь мы же не изобрели новую страховку. Это по-прежнему страховка автомобиля. Просто мы подключили технологии, наш сервис использует более 20 сторонних сервисов в себе. Мы подключили технологию и дали нашему клиенту возможность пользоваться страховкой по-новому. И вот посмотрите вокруг, ведь это же мировой тренд, и технологические компании, которые не являются операторами конкретных отраслей, понимая, что вот эти вот аналоговые компании сидят и проворонивают свои шансы, они приходят в эти отрасли со своими технологическими решениями и внедряют их в жизнь. Посмотрите, есть такие компании, например, как Uber. Uber это что? Такси? Это не такси. Это технологическая компания. Есть банк Револют. Это мы говорим банк Револют, но это же не банк. Это технологическая компания, которая использует чужую банковскую лицензию в большинстве стран, где они представлены. Вот точно так же EasyPrize. У EasyPrize нет страховой лицензии. EasyPrize использует сроковую лицензию другой компании, предоставляя рынку свое технологическое решение. Но будете заниматься технологиями, помните, что технологии очень сильно важны. Но главное все равно маркетинг. Потому что я, например, видела множество технологических решений очень крутых. Ты смотришь, думаешь, вау, супер, полетит, вообще класс. А потом смотришь, во что это завернуто, то есть в маркетинговую обертку и понимаешь, что а желание купить нет. И вот одна технология без маркетинговой оболочки она ничего не стоит. Потому что самая главная характеристика любого технологического решения это возможность скопирования. Вот когда мы запустили EasyPrize наши конкуренты скопировали нас в течение трех недель. Вот в любом бизнесе можно скопировать в течение месяца, в течение одной недели, а может быть даже одного дня то, что мы придумали. А что скопировать нельзя? Почему конкурентов не получилось? А потому что нельзя скопировать маркетинг. Потому что именно в маркетинге живет душа вашего продукта. И все это знают на самом деле. Потому что все, что мы делаем это действительно маркетинг. И каждое слово на вашем сайте это маркетинг. И геймификация маркетинг. Личные проекты основателя маркетинг. И все эти анекдоты, которые рассказывают модные нау-банке в своих пол-центрах это все тоже маркетинг. И даже какие-то дурацкие бумажки, которые там провытираете ноги, да, очень часто рестораны и кафе вывешивают. Это тоже маркетинг просто хреновый. И сегодня говорили много о креативе и говорили о том, что, а как же сделать так, чтобы выделиться, как создать маркетинг, который будет разительно отличаться от всего того, что есть вокруг. Легко сказать, сложно сделать, да? И все мы, когда занимаемся маркетингом, мы, по сути, придумываем что-то более новое, более там креативное, как нам кажется, плывя по тому же, сам в ту же сторону по течению со всеми своими конкурентами. Вот у меня есть лайфхак на основе моего опыта. Как сделать маркетинг, создающий разительное отличие. И основывается он на моем убеждении, что люди во всех сферах без исключения устали от унылости, от пластмассы консервативных брендов. Это когда, например, мне приходит письмо или написано здравствуйте от моего какого-то поставщика, с которым я работаю миллион лет, он мне пишет письмо и пишет здравствуйте, мы надеемся, что наше предложение будет вами рассмотрено и послужит предметом для дальнейшего обсуждения. Ты ничего по-нормальному не можешь написать. Зачем мне писать вот эту простыню текста? Зачем показывать в регламе абсолютно безликих там людей, да, которых показывает любой бренд? Так вот, раскрашиваясь это в разные цвета. Так вот, идея, лайфхак. Откажитесь от маркетинга деда, от традиционного маркетинга, принятого в ваших отраслях. Откажитесь от него, не нужно улучшать. Сделайте, вот посмотрите, как у вас делают все компании в отрасли и сделайте вообще кардинально другое. Вот кардинально другое. Эта стратегия называется контрпозиционирование. Вот как мы сделали, например, там, да, в Изи-Бизе. Я, когда приезжаю от разные страны, я всегда обращаю внимание на реглану страховых компаний. Поверьте, не только в Украине, не только в Казахстане, во всей Европе и даже в Америке рекламы страховых компаний абсолютно одинаковые. Подставляй любой бренд под картинки и ты получишь примерно то же самое. Это какие-нибудь фотографии людей из фотостоков, которые пожимают друг другу руки, да, и там что-то про надежность будет написано. У нас самая надежная страховая защита, да, и что-то в этом роде. Вот мы думали, думали, как же, что нам сделать рекламу нашего Изи-Бизи. И придумали. И мы сделали такую слуга. Не пизи, строгуйся изи. Респонсальный мой. И нас захитили конкуренты, просто захитили. Но клиентам это очень сильно понравилось. Почему? Потому что они сказали служить. Это круто, когда в страховой компании, где все чинно, благородно, появляется яркий живой свежий бренд. Поэтому креативить можно, если вы это умеете. Не умеете, просто контрпозиционируйтесь. Самый простой способ. У вас обязательно получится. Немножко про делегирование. Значит, знаете, сейчас появилось уже много разных бизнес-тренеров, которые рассказывают о том, как выйти из операционки. Это вообще очень модная тема. Я об этом поводу обычно шучу так, что один собственник вышел из операционки и больше его никто никогда не видел. Поэтому любую, даже самую крутую идею можно всегда довести до абсурда. И вот не ведитесь на это. То есть выйти из операционки нужно, понимаете, как, подмена понятия. Не из операционки нужно выходить. Из микроменеджмента, да, это окей, из микроменеджмента нужно обязательно выходить. Нужно перестать участвовать в найме рядовых сотрудников, проверять работу секретарей, контролировать закупку канцелярии, участвовать в второстепенных процессах. Но из операционки в том понимании, в котором у нас предприниматели нет, выходить. Извините, опасно, можно бизнес потерять. И есть вещи, которые предприниматель вне зависимости от масштаба бизнеса должен всегда выполнять сам. Потому что себя можно все что угодно делегировать. Себя невозможно делегировать. Какие-то вещи, на мой взгляд. Первое, нужно держать на контроле 15-20 ключевых для вашего бизнеса контактов. Знаете почему? А потому что у вас появится такой человек как я, который когда-то подумает и скажет это все мое. И вы ничего с этим не сделаете, потому что это будет правда, потому что вы вашим бизнесом заниматься перестали, и эти контакты действительно его уже давно, они ваши. Поэтому держите на контроле. 15-20 я думаю, что для любого бизнеса достаточно 5, 15-20 это для большого крупного, это не сложно. Участвуйте в разработках и будьте немного айтишником. Мне 44 года, я в 40 лет закончила курсы айти. Почему? А я вам скажу почему. Потому что такими проектами, как изи-пизи, стартапы, их не придумает вам ни один ваш наемный сотрудник. Ни один айтишник с зарплатой 10-15 тысяч долларов в месяц вам их никогда не придумает, это можете быть только вы сами. Вникайте в финансы, иначе потеряете контроль над компанией, тут, наверное, все понятно, да? Влияйте на масштабирование и рост по одной простой причине, потому что все ваши сотрудники, вне независимости от должностей и иерархии, зарплат и бонусов находятся в зоне комфорта, а масштабирование и рост, сегодня Маргулан об этом говорит, это всегда масштабирование не только прибыль, но и проблем, это усилие, это фокус внимания, это человеческая энергия, которая стоит дороже, чем деньги, и никогда в жизни вы ее не купите, это может быть только ваша энергия, только ваше внимание, и вот тогда масштабирование и рост возможно. Ну и конечно, тоже сегодня много говорили о личном бренде, вкладывайте в личный бренд, потому что дублируя гарантии корпоративного бренда личными, вы создаете сумасшедшее конкурентное преимущество, потому что главное отличие в вашей компании от ваших конкурентов не в продукте, не в технологиях, не в маркетинге, а в вас, в вас самое главное отличие посмотрите, куртятся наш украинский бренд, это Евгений Черняк, Аякс, это Александр Конотовский, Кайский Банк, это Вячеслав Ким и Михаил Лантадзе, подумайте над этим. Занимаясь и вкладывая в личный бренд, вы не даете себя самое главное скопировать, потому что вашу энергию, ваш характер, вашу харизму скопировать нельзя. про планирование немного. Планируйте, если бы вот меня спросили, да, от чего зависит у себя бизнеса, я бы ответила так, что не только успех бизнеса, а вообще вся жизнь конкретного человека зависит от его амбиций. Вот какие ваши амбиции как предпринимателя? Компанию какого уровня вы хотите построить? Какого уровня? Ответьте себе на этот вопрос. А я вам расскажу историю про 20%, которая у каждого из вас в жизни есть, а если ее нет, то она обязательно случится, потому что так делают все наемные сотрудники на этой планете. Каждый год в ноябре у нас начинается бюджетный процесс в компании, когда приходят руководители продающих подразделений со своими бюджетами на следующий год. Далеко ходить не надо. Я знаю точно, что если я сейчас выборочно любой бюджет, который бы я там не взяла в руки не открыла, я увижу одну и ту же цифру прироста на следующий год. Угадайте какую? 20%. Цифра прироста волшебная, она магическая. В Казахстане планируют плюс 20 прироста, в Украине планируют плюс 20 прироста, везде планируют плюс 20, потому что что делается? А, берется то, что все свои достижения за прошлый год, накидывается 20%, это комфортно, это комфортная цифра, ничего там такого заслуженного нет, а если еще и оттуда вычесть возраст рынка, который обязательно растет, а если еще инфляцию добавить, то получится вообще, что вы упали на следующий год. Девальвацию национальной валюты и так далее, если вы не в долларах считаете. Вот, поэтому, слушайте, почему 20%? А почему не 3? А почему не 50? А почему не 100%? Почему мы отталкиваемся от тех результатов, которые мы сделали вчера? И ведь это же очевидно, когда мы анализируем тренды роста своей компании и конкурентов, что конкуренты делают точно так же и в итоге мы никого не обгоняем. И позиции на рынке, они не меняются никогда, пока не находится суперамбициозный скейлер, компания, которая будет масштабироваться, расти, невзирая на свои достижения прошлого года. Поэтому нельзя планировать если вы хотите расти от достигнутого, планировать нужно от возможного, нужно анализировать свои возможности на рынке, нужно смотреть, что делают конкуренты, потому что если ваш конкурент смог, значит и вы сможете. В маленькой компании Днепропетровской, которую мы купили в 2012 году, первое, что мы сделали, мы собрали совещание продавцов и установили план на следующий год. Амбиции у нас были большие. За 3 года мы хотели войти в топ-3 крупнейших компаний. Соответственно, наш план продаж на следующий год в 5 раз, ребята, внимание, в 5 раз превышал объемы продаж этой компании, которую она совершила за 7 лет. Продавцы, которые сидели и работали вот в этой компании, которую мы купили, они сказали, что мы сумасшедшие. Мы сказали, ну, окей, вы сумасшедшие, вы можете написать заявление об увольнении, что они и сделали в большинстве случаев, потому что тяжело, не хотят люди перепрыгивать выше головы. Но все это осуществимо, и нужно всегда понимать, что вы не должны быть заложником отсутствующих амбиций своих людей. Задавайте тонны. Планируйте от возможного, а не от достигнутого. А что такое возможно? А возможное это результат работы вашего лучшего конкурента. Если вас хватит смелости, это конкурента номер один в вашей отрасли. У меня на слайде сейчас будет одно слово. Это слово скорость. Подумайте над ним. У меня есть один очень любимый фильм называется «Американцы». Думаю, что вы его тоже очень многие смотрели. Так вот там главный герой, которого играет Алик Голдуин, выступает перед группой своих агентов и говорит «Ребят, первый приз Кадилла Кальдорадо, второй приз за второе место набор кухонных ножей, а третий приз увольнения». Вот на рынке точно так же. Та компания, почему все говорят о масштабировании и росте? Да по одной простой причине, потому что та компания, которая быстрее, чем другие, масштабируется и вырастет, и захватит рыночную долю на своем локальном рынке, а потом на международных, вот та компания получит все первичные бенефиты. Она станет очень часто, так получается, она станет просто недогоняемой. И потом, когда другие игроки захотят вас обогнать, им придется очень много инвестиций в это вложить, так зачем же этого ждать? Действуйте быстрее. И когда вы действуете быстро, когда вы стремитесь, растете, когда вы масштабируетесь, вам нужна определенная стратегия. И в моей компании мы стратегию формируем, нашу амбицию, мы формируем так. Молодая компания пишет стратегию на поле-более. И мы подразумеваем под этим три вещи. Первое. Мы никогда не планируем, она у нас достаточно картосрочно, более чем на год, особенно сейчас. Всегда, когда мы планируем, мы планируем мультисценарно. И у нас несколько сценариев, между которыми мы легко должны переключиться в случае, если что-то пойдет не так. И один из этих сценариев у нас всегда называется «Когда наступит кризис?» Потому что именно «Когда они ездили?» Потому что мы точно знаем, что кризис обязательно наступит. Вы не поверите. В декабре 2021 года третий сценарий на этот год у нас назывался так «Выжить в войне». И она наступила. И мы с высокой долей вероятности предполагали, что она наступит. И мы не стали засовывать голову в песок. Мы сразу определили для себя, что мы будем делать. Когда вы имеете вот такую гибкую стратегию и не являетесь... Знаете, мне нравятся компании, которые говорят «У нас стратегии это не предусмотрено, что Господь мог написать». Вы же сами ее и утвердили. Она должна быть гибкой, она должна меняться в зависимости от обстоятельств. А когда она такой будет? А она будет только тогда, когда у вас будут в компании правильные люди работать. Поэтому следующее, что отсюда вытекает, само собой, вам нужны правильные люди и нужно избавляться от вашей компании от людей тормозов в прямом и переносном смысле. Как часто в ваших компаниях происходила такая ситуация, когда кто-то приходит с очень крутой идеей, а ваши финансисты говорят «Бюджетом не предусмотрено». А ваши юристы говорят «С точки зрения законодательства это невозможно». А ваши продавцы говорят «Ой, это продаваться не будет, это только в Алма-Ате продается, в Астане своя специфика». Ну, бывает же, что продают. Поэтому. А когда водитель это все слышит, еще хуже, он говорит «Вы мне сначала презентацию в Пауэрпоинте сделайте, презентуйте Каэри, мы посмотрим, мы примем решение». Послушайте, нужно избавиться от людей, которые умеют разговаривать только на языке Пауэрпоинта, которые мысль возможностями, ограничениями, и нужно брать тех, у которых есть внутренняя амбиция, расти вместе со мной. И раньше я считала, что эти самые люди, которые имеют внутренние амбиции, расти вместе со мной, это состоявшиеся высокооплачиваемые профессионалы-звезды. Нифигашечки это не так. Вот профессионалы-звезды давно уже устали. Устали. Поэтому в моей компании я всегда ищу людей, которые только мечтают стать звездами. И как правило, это молодые люди. Да, их нужно воспитывать. Да, это труд. Да, вы должны работать и выращивать свою команду. Но поверьте, если вы вложите сейчас, эта инвестиция вам щедро окупится завтра. Поэтому ищите молодых людей с внутренними амбициями, которые еще не устали, и которые мечтают. Мечтают. А нехмотивация такая. Стать звездами. Друзья, одно важное правило, которое мне раньше казалось, когда мы только начинали, что нужно делать совершенно не так. И мы так и делали. И мы очень сильно ошиблись. Мы хотели очень быстро расти. И мы решили, что, ну, быстро расти, значит, нужно идти к большим именитым клиентам, да, которые платят большие деньги. Ну и, соответственно, ты как бы получил там несколько крупных клиентов, они тебе платят. И ты такой, опачки, раз и выраст. И мы приходили в эти компании, и они нам говорили следующее. В тендере поучаствуйте. Ну, вы же молодые, да? У вас должна быть самая низкая цена. Мы, как идиоты, покупались на вот эти обещания. Мы входили в этот демпинг. Мы даже выигрывали с этой демпингующей ценой тендеры. Зачем? И на что мы рассчитывали? А мы рассчитывали, что в следующем году, ну, мы же уже будем нормальной компанией, уже ж не молодые, да, то, извините, к нам не будет таких дискрименционных требований, да, и мы сможем отыграться. Нифига так не происходит. Ты навсегда с такой стратегией становишься компанией, которой просто не дают заработать. Поэтому начинать нужно не сначала. Начинать нужно с конца списка Форбса. Потому что вот эти вот клиенты, да, предприниматели, там, возможно, индивидуальные клиенты, частные клиенты, это и есть те клиенты, которые составляют основу для старта любого бизнеса. С ними легче и проще получается. Друзья, по поводу продаж, я не могу не задронуть тему. Я, у меня есть целый курс по продажам, которые я читаю в Big Money Университете. В Big Money Университете, кстати, есть и в Казахстане Балматы. Поэтому могу разговаривать очень долго. Небольшой пример. Вот смотрите, чем классный продажник отличается от всех остальных. Как вы думаете, какое качество его отличает? Я вам скажу, какое качество. Это энергия. Я 23 года работаю в продажах, и, наверное, по мне это видно, да? Вы знаете историю про продажника витю? Слышали? Не слышали историю про продажника витю? Кто слышал один, вы молчите, а я сейчас попытаюсь ее найти. Это очень смешная история. Вот, так, сейчас, секундочку. Про продажника витю. Так, на прошлой работе был у нас продажник витя. Он закрывал вообще все сделки. Клиенты предпочитали заплатить, лишь бы он отвязался. У витя была бешеная зарплата, и это при нулевом отладе. Чисто на процентах от продаж. Он находил клиентов на выставках, конференциях, семинарах в метро, Ашане, Икеи, кино, самолетах. Занимался холодными звонками, теплыми звонками. Приезжал лично, если его посылали по телефону. Звонил по телефону, если его посылали лично. Рефлексия и тормоза у витя отсутствовали напрочь. Характерно, что своего он добивался всегда. Это было очень смешно, пока происходило не со мной. Сейчас я должна передать часть работы агентству. На их стороне работает такой же бешеный витя, только Саша. Я просила вызвать договор. Он привезли лично. Я высылала пару вопросов, он предложил встретиться и посовещаться. Я говорю, у меня нет времени. Он говорит, да не вопрос, включайте скайп, это займет всего полчаса. Так, самая большая ошибка была дать ему номер мобильного. Позавший раз звонит, говорит, нужно поговорить. Я говорю, не могу, у меня переезд. Он говорит, без проблем, сейчас приеду, поговорим, заодно помогу с вещами. Диктуйте адрес. Через час звонит. Ну как там у вас, упаковали уже? Ага, едете. Скажите адрес, приеду, помогу, перетащить. Через два. Перетащили? Помочь успаковать? Почему вы не говорите адрес? Ведь я могу вам помочь. Через три. А где вы работаете? А где вы находитесь? Давайте я вас до работы подвезу. Презентация у меня с сокой. Через четыре. А почему вы не отвечаете на почту? Компьютер заблакован. Давайте на время привезу вам свой. Вчера он разбудил меня в 9.05. Через час перезвонил и разбудил снова. С 10 до 13 успел отправить три письма. В первом пара предложений новой информации. Во втором, обеспокоена с тем, что я не ответила на первое. В третьем, предупреждение, что если я сейчас же не отвечу, он позвонит. Потом он позвонил пять раз. Сегодня я отключила мобиль. И должна же я иногда спать. Прихожу в 12 в офис. Мне говорят, звонил Саша. Перезвони ему срочно. Ему уже не хорошо. Захожу в отдел кадров. Там говорят, звонил твой двоюродный брат Саша. Спрашивает домашний адрес. Говорит, приехал из Норильска в гости. А ты его не встретила, хотя обещала. Стоит на казанском вокзале, плачет у таксофона. Я говорю, извините, мой двоюродный брат идиот. На Казанский не приходят поезда из Норильска. Думать надо, что ими наврешь. Иду на кухню, налив себе кофе. Руководитель говорит, мол, мне звонил Саша. Спрашивала, не случилось ли чего? Я говорю, а ты? А она и говорит, ну я сказала, что ты планировала про ты спрашу, там, но я не помню, прыгнула уже или нет. Открываю почту, дам три письма. В первом он интересуется, во втором беспокоится, в третьем гневается, в четвертом возмущается, последнее такое, Светлана. Я прошу прощения за настойчивость. В своем стремлении продвигать наше общее дело я, возможно, перешел черту. Обещаю, что вбред будут вести себя сдержаннее. Прошу в последний раз, пожалуйста, проконтролируйте оплату счета. Это очень важно для меня. Добейтесь того, чтобы счет оплатили сегодня. Я верю в вас. Я верю. Извините, что прошла, но это просто невозможно по-любому. Знаете, люди, которые работают в продажах, они знают одну важную вещь. Только если ты не продаешь вакцину в эпидемию или алкоголь в карантин, твой товар – это то, что продается, а не покупается. И сам он себя никогда не продаст. Поэтому нечего ждать. Нужно быть там, где находится ваш клиент. Мой центральный офис в Киеве – это полторы тысячи квадратных метров кабинетов. Каждое утро, когда я захожу на работу, я прохожу по всем кабинетам и открываю обязательно все двери, в том числе в отдел продаж. Если в отделе продаж я вижу людей, которые в кедах, кроссовках развалились, пьют кофе и смотрят в компьютер, я обычно подхожу и говорю, «Подхажи, что у тебя там в 99% случаев там Инстаграм». И я знаю, что вот тогда, когда это происходит, мои вот эти планы, о которых я вам рассказывала, никогда в жизни не будут осуществлены, потому что есть видимые индикаторы отдела продаж. Если вы продаете в интернете, если у вас телефонные продажи, то ваш отдел продаж – это биржа. Биржа. Видели, как биржа выглядит? Один звонит, встречает воронку, прорабатывает лид. Другой делает повторную продажу. Третий повышает чек. Звонят телефоны, клиенты, звонят. Понимаете, вот так это выглядит. Вообще, в отделе продаж бывает двух видов. Если у вас не телефонные продажи, и не электронные продажи, а не электронная коммерция, то второй вид ваш, знаете, какой отдел продаж должен быть? Пуст. Пуст. Там никого не должно быть. Потому что во всех случаях остальных ваш товар не продается в офисе. И если ваши клиенты узнают о существовании вашей компании на выставке, на конференции, в супермаркете, на лавочке возле подъезда, то рабочая локация ваших продавцов где? На выставке, конференциях, лавочке возле подъезда. Поэтому будьте там, ваш клиент, и следите за этим. И вообще выгоните, к черту, вообще всех, кто не заинтересован в продажах у вас в офисе. Потому что клиентоцентричная культура, она начинается с самых низов. И не может только один отдел продаж быть заинтересован в этих продажах. В продажах должны быть заинтересованы все. В вашем офисе должна продавать даже уборщица. Это наша уборщица Лида. Она из Харькова. И сейчас, когда у нас из Харькова практически все эвакуировались, Лида открывает и закрывает офис в Харькове. Лида послуживает тех клиентов, которые продолжают приходить в Харькове. Друзья, и немного о сервисе. Сегодня Маргулан рассказывала о стандартах. Я хочу добавить. Недавно я была как клиент в офисе одной большой иностранной компании, где люди натренированы тренингами, курс-сессиями, по сервису, где введены стандарты качества, где все говорят скриптами, где все улыбаются, и мне ужасно не понравилось. По одной простой причине. Потому что человек, который меня встречал, он хотел домой. Он смотрел на часы. Потому что человек, который предлагал мне кофе и улыбался, то он вообще не рад был меня видеть и не надо из меня делать идиота. Я на подсознательном уровне. Это понимание у меня, высокий эмоциональный интеллект. А на стене этой компании везела миссия. Миссия, кстати, классная. Делаем своих клиентов счастливыми. Так вот я вам хочу сказать, что скрипты, инструкции, стандарты качества, все это не рецепт хорошего сервиса, а рецепт катастрофы в руках равнодушных людей. И сделать хороший сервис просто, намного проще, чем кажется. Потому что для того, чтобы сделать хороший сервис, вам нужны люди, которым не все равно. И всегда открытые двери. Извините, что я это читаю. Я вам хочу прочитать один пост, который написал мой пункт-ресторатор из Одессы. Возможно, вы слышали. Савва Литкин, который на мой взгляд иллюстрирует, что такое классный сервис. Меня сложно удивить сервисом. И еще сложнее отсутствие такового. Опыт не пропьешь. В сотне отелей, в которых мне приходилось останавливаться, сотрудники чаще всего обучены и тренированы. Практически в каждом типичном отеле персонал отеля обращается по фамилии, еще не видя паспорта. И, конечно, конфетка на подушке, двукратная уборка номера, искренне улыбающийся метрдотели, хаус-киперы и горничные. Чаще всего делать даже не в чаевых. В самых манерных и напомаженных утра-лакшери-отелях останавливался крайне редко. Но признаю, что там консьерж-сенес получше, шоколадки вкуснее, бокалы потоньше. Ну и, в общем-то, меня и это не цепляет, так как счетом все предусмотрено. В Амстердаме я отдыхал с дочкой. Софирю душить. И потому возил с собой куклу, шитую самостоятельно, и игрушечного мишку. В дороге рука у куклы оторвалась. В номере есть нитки, и дочь вечером планировала ремонт. Мы ушли в город, оставив куклу с другой одеждой, которую Настюх выложили с чемодана на кровати. Когда вечером мы вернулись, кукла с аккуратно пришитой ручкой сидела рядом с мишкой на кровати. Что-то мне подсказывает, что в чек-листе уборки номера не предусмотрен ремонт кукол. Было еще много приятных моментов, и все они предполагают высокий уровень вовлеченности и заинтересованности сотрудников. И это не самый дорогой отель. И поверьте, имя этого отеля вам ничего не скажет. Номер удобный, но не лучше, чем в любой европейской пятерке. Завтрак вполне. Но и это предполагается. А вот ремонт куклы точно вернусь в этот отель. И совсем не потому, что кукле моей дочке снова потребуется ремонт. Друзья, как сказал Игорь Константинов, оставайтесь всегда людьми и берите себе команду, которая отличается именно этим качеством. И немного о конкуренции. Это мой фирменный слайд, который я включаю в каждую свою презентацию. Любой бизнес делается с одной целью. Бизнес это не развлечение. Бизнес это борьба, это серьезная борьба, это порой борьба за выживание. И я не знаю, как вы относитесь к конкурентам. И есть многие целые философии, которые говорят, что с конкурентами нужно дружить, ходить с ними в рестораны, поддерживать отношения. Да вы можете делать все, что угодно. Дружить с ними, поддерживать отношения. Но помните, что счет на табло. И если ваш конкурент выиграл, то ты, брат, проиграл. Поэтому мочите ваших конкурентов. Спасибо. Марина Алдеева. Давайте поклопаем что у нас в первую очередь. Марина. Я там с людьми же работаю. И с продажей. И сегодня очень такой напоющий вопрос у девушек. Когда девушка подходит, я говорю, что делать, чтобы мужчина меня ценил? Я всегда с вами говорю, в первую очередь, женщина должна ценить себя. Вот когда женщина себя ценит, у мужчины ничего не остается, кроме как ценить. А я вижу, что ты себя не ценишь. Почему? Что ты даже обесцениваешь себя. Потому что в самом начале ты сказала, что ты не спикер. А ты классный спикер. Давайте попробуем. Спасибо. Я раньше не знал, чем отличается спикер от всех остальных. Но потом я понял, что спикер – это не просто человек, который имеет возможность выступать со сцены. Во-первых, ему платят. Ну, это важно, а то это не спикер. Нет, я на рарах не могу с вами. Нет, мне на то, что платят нормально. Я на бесплатно. А, да? Да. Ты себя не ценишь. Самый спец и гид, да. Ну, ладно, неправильно. Ну, про то, что очень хорошо происходит все то, что происходит здесь. Я как международный спикер, как член ассоциации профессиональных спикеров СНГ, тебя сертифицирую на спикера. Ты профессиональный спикер. Давайте Марине похлопаем, Марину поражаем. Спасибо. Спасибо.